Девушки отдыхают Варчик, в этом видео мы поговорим про М46 Паттон. Я на нем не играл пару лет, сколько точно, я не знаю. Но очень давно я на нем плотно не играл. Там что-то у меня тысяча с чем-то на нем боев. Средний урон там около 3000. И по сути на нем можно намного больше. Но что-то в последнее время какие-то жесткие танки начали выходить. И поэтому я перестал на нем играть. Решил попробовать. Что же с ним изменилось? Выкупил этот танчик. Ну и в принципе, что я могу сказать. Никак не изменился. Он все такой же удобный. Все так же приятно на нем играть. Он как кушал много серебра, так и кушает это серебро тоннами. Если сравнивать его с Е50, то у Е50 столько серебра не проедает, как Паттон. Во-первых, у Е50 пушечка поточнее. На Паттоне же очень много снарядов летит никуда. Поскольку точность не такая жесткая. Пробитие не сильно большое, как и у Е50. Но Е50 стреляет чуть ли не в точку. А Паттон стреляет вокруг точки. Такие вот дела. Но играть на Паттоне намного удобнее, чем на Е50. На Паттоне не нужно думать, как там у тебя корпус повернут, не повернут. Ты просто чуть-чуть показываешь башенку, стреляешь, сразу закатываешься назад и все. И больше ничего тебе думать на Паттоне не надо. Тем более, если ты играешь на Галде, то вообще не надо ни о чем думать. 265 пробития под калибром в принципе нормальное. Но тут есть одно но. Когда-то АМХ-30, на котором я очень сильно любил, он стрелял 260 пробитием или 265, точно не помню, основным снарядом. Таким образом получается, что на АМХ-30 вообще можно было особо не пользоваться Галдой. А на таких танках, как Е50 и Паттон, пробитие Галдой такое, как раньше было в АМХ-30. И за счет этого я его очень сильно любил. Я вам рассказал про такой треугольник моих любимых танков 9 уровня. Паттон, Е50, АМХ-30. Итогово, с этих трех танков самый стабильный всегда. На протяжении всего картофельного бытия Е50. Самый стабильный танк. Он как был четкий по пушке, так и остался. Он как иногда танковал, так и танкует. Конечно, есть вероятность даже, что с 250 пробитием вы его просто в ЛД пробьете. Но это уже совсем другая история. Среди этих трех танков Паттон самый удобный. Но его результат немного нестабильный. Если бой немножко затягивается, то на этом танке у меня легко получается на большинстве карт накидывать 4-5 тысяч урона. Если бой очень быстрый, то 1200-2500. Просто что-то не успеваю, я стреляю, стреляю, стреляю. Но оно не сильно попадает, куда я целюсь. Е50 в этом плане постабильнее. Ну а что касаемо АМХ-30, это самый сложный танк из этих всех трех. Но, если ты научился играть на АМХ-30, а я говорю за тот АМХ-30, который был когда-то давно, не та параша, которая сейчас. Сейчас АМХ-30 это просто безликий, потерянный никто. С очень кривой пушкой, с небольшим пробитием, заставляющий нас стрелять голдой на доппайке, чтобы куда-то попасть и что-то пробить. И в теории танкующей маской. Непонятно для чего. Вот такой АМХ-30, мертвый просто танк. Еще более мертвый, чем раньше было АМХ-30Б. АМХ-30Б это вообще без слов. А раньше АМХ-30 был танчик, который очень быстро ездит. То есть вы в любой момент можете переехать буквально за десятки секунд, переехать на любой фланг, куда угодно заехать и откуда угодно с любой позиции бахнуть урон. Единственное, что вам нужно сделать, это научиться сводиться заранее. Поскольку стабилизации там вообще не было. Ты ездил как будто бы на дробовике. Но если ты свелся полностью, точность очень хорошая, а пробитие очень большое. За это я любил тот танк. Он не требовал ни доппайка, ни голды. Он требовал лишь внимательности на миникарте и терпения при сведении. Теперь же АМХ-30 требует доппайки, голду. И в принципе я его продал давно. Возвращаемся к нашим паттанам. Я еще с паттаном не закончил. Недавно закончились ранговые бои. Я остался в первой лиге. Стрим по рановым боям последний день был. Кто не видел, сам виноват. Я хочу посмотреть, насколько улучшится танк, если поставить на него все фиолетовые модули. Я поставлю на него фиолетовый досылатель. Стабилизатор уже стоит. Также еще, скорее всего, думаю поставить туда вентиляцию. Ну, я колебаюсь, может быть и просветленку. На 100% я еще не решил. Что из этого получится, посмотрим. Следующий модуль, который я поставлю, будет досылатель. А третий модуль придется немножко подсобирать. Бонул и посмотрим, что из этого получится. Если бы у Паттана была точность, как у Е50, это был бы вообще очень жесткий танк. Просто жесткий. Пишите в комментариях, как в нынешних реалиях вам Паттан М46. Может кто-то считает, что он очень офигенный. Кто-то считает, что он вообще калище. Мне, в принципе, он нравится. На нем удобно. Но я недолюбливаю, что на нем вмешивается ВБР. И в один вечер у тебя на Паттане средуха 5000. А в другой вечер у тебя средуха 2500. Там, конечно, в среднем получается 3500. Но мне хотелось бы, чтобы оно было более стабильное. И вообще, в целом, в последнее время в картохе очень часто сильно контрастно. Либо сильно плохо, либо сильно хорошо. Раньше, мне кажется, было более стабильно и ровно. Плюс-минус. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.